Как командир ВМКУ, как командир Каскада, принимать таких судьбоносных решений единолично. Поэтому в ближайшее время мы соберем съезд наших командиров и примем коллективное решение об участии, либо о неучастии в этом мероприятии. Назовем его пока так. И это решение мы до вас, до всех доведем публично. Мы заявили о том, что 20 февраля, в день памяти Небесной Сотни, расстрела Майдана годовщины, необходимо провести Народные Вечи. И в общем-то сделали заявку о том, что, не побоюсь этого слова, это должно послужить началом Третьего Майдана, который внесет некие радиокальные изменения в политическую картину сегодняшней Украины. Понятно, что действия сегодняшней власти, нынешнее положение даже обсуждать не хочется, это уже уговорено, переговорено. И на сегодняшний день стоит только один вопрос, что делать. И о чем мы хотим сегодня поговорить, это о том, что надо ли каскаду, надо ли внутреннему мертвошному контингенту Украины принять участие в этих событиях. Приглашение такое получено, и вопрос крайне серьезный и непраздный. Что напрягает в этом приложении? Откровенно скажем, что нас напрягает и в чем наши великие сомнения. Вот хоть кол на голове тиши, вот та поговорка, что где два украинца, там три гетьмана, она продолжает ломать все и вся. И вот именно это и напрягает. Во-первых, никакой внятной программы действий, кроме геть долой, я не услышал. Во-вторых, нет ни для начала, ни штаба, ни дисциплины, ни ответственных командиров, ни расписанных задач, ни поставленных задач группам каким-то еще, ни сформированные эти группы. Во-вторых, вообще, ну то есть давайте выйдем все. Всех снесем, а дальше будет хорошо. Что хорошо? Кого снесем? Кого сносить вы собрались? А что? Вот такой вопрос. Хорошо, ладно, выйдем, снесем. А что на завтра? Что 21-го числа? Дай бог, что 20-го все будет нормально. А что 21-го числа в 9 часов утра сказать украинскому народу и сказать послам заграничных стран? Что случилось? И что мы хотим, собственно говоря, чего мы добиваемся? Сноса, вот снести это и есть цель, но давайте это, так сказать, оптимистичный вариант. А давайте поговорим о пессимистичном, опять же с позиции предельного цинизма. Ни из уст ни одного человека, который так или иначе призывают к этому действию, собирают сейчас людей и прочее. Во-первых, интересный момент. Собирать людей на заведомо, так сказать, резкие действия, понятно, да, в качестве, не знаю, как они будут происходить, в виде чего, да, то есть там, в виде агрессивной минифестации, либо там, в виде беспорядков каких-то, еще что-то. И заранее объявлять о своих намерениях, то есть что это такое? Это очень похоже на пятники на 17-й год. Помните, как Каменев и Зиновий выступили в газете с заявлением, что они не согласны, принципиально не согласны с вооруженным восстанием 25-го октября. Еще Ленин там бегал в фильме, одновенным, с криком, вот политические проститутки выдали план восстания. То есть о том, что мы собираемся что-либо такое делать, ну, заявлять сейчас открыто в Фейсбуке и на всем, и разносить эту весть по всем околоткам, для чего? Ну, для того, чтобы кто-то успел подготовиться или как? Я иначе не расцениваю. И второй момент. Ни от одного из лидеров, которые призывают туда сегодня, я не услышал четкого ответа на один единственный вопрос. Что мы будем делать, если нас начнут бить? Вот начнут бить. Просто, знаете, по-тупому. Резиновыми палками по голове. Когда им это вопросы задаешь, они говорят, да ты что, там же соберутся, мама не горюй, добробаты, айдары, РПС, еще-еще, белые молоты, миллион названий, да, известных радикальных групп. Кто? Кто нас будет бить? Да просто бить будут. Молодые парни по 18-20 лет в форме нацгвардии со щитами и с дубинками. Им по службе положено бить. И они будут бить. Будут. Даже не сомневайтесь. А если будет какая-то эскалация, то и стрелять будут. А уж ответа на вопрос, а что мы будем делать, когда у нас начнут стрелять, я тем более не дождался. Но так же нельзя. Но мы же офицеры, солдаты, мы должны рассчитывать на какие-то варианты. Предельно, предельно хреновые варианты. Побежим как зайцы или что? В чем, так сказать, будет, в чем будет состоять наш план? Вот эти моменты напрягают до невозможности. Кстати, на то, насчет того, что не будут бить. Всем желающим могу продемонстрировать видео в Ютубе, выложено о том, как полиция била блокадников. Тех ребят, которые блокируют сегодня торговлю с Дональдом. Тот же самый Добробат. Тот же самый Донбасс. Били, аж гай шумел. Итак, а с другой стороны, 20-го числа так или иначе создается массовый выход людей. Кто-то придет поминать погибших героев, кто-то с прочими намерениями, народные вещи собирают. Все равно будет какой-то массовый выход. И остаться как-то в стороне, занять позицию самых умных, самых хитрых, наверное, тоже неправильно. Но и отдать себя на заклание абсолютно нет никакого желания. Поэтому я еще раз, вот сегодня у нас 7 февраля, 8 даже уже. Я еще раз хочу обратиться ко всем этим людям, которые организовывают это движение. Пока еще мы не начали выяснять возможные источники финансирования, возможных заказчиков, которые стоят где-то там за кулисами. Как обычно, это потом выясняется. И не хотелось бы так думать, да, что нас опять пытаются разыграть в виде пушечного мяса. Поэтому у меня есть два заявления, три фактически. Первое. Как бы не повернулись события 20-го числа, И если потом вдруг выяснится, что это так и есть, и произошли некие закулисные встречи с некими сильными миром всего, да, начиная от бабушки украинского миниета Тимошенко, да, и заканчивая некими силами в Москве, которых обычно ассоциируют с господином Сурковым, если выяснится, что так и есть, и такие встречи произошли, пеняйте на себя. В этот раз не попустим. Три года попускали, в этот раз не попустим. Будете отвечать лично, каждый, перед украинским народом. И очень жестко отвечать. Второй момент. Я еще раз вам говорю. Давайте создадим объединенный штаб. Будем митинговать хоть три ночи, хоть восемь ночей. Время еще есть. Я хочу видеть единый план, единых расписанных действий. Без этого совершать прыжок головы в стену. Если объединенный штаб создан не будет, такого плана не будет, значит мы оставляем за собой право действовать по собственному индивидуальному плану. А там хотите присоединяйтесь, хотите нет, ваше дело. И третий момент. Я не могу, как командир ВМКУ, как командир Каскада, принимать таких судьбоносных решений единолично. Поэтому в ближайшее время мы соберем съезд наших командиров и примем коллективное решение об участии, либо о неучастии в этом мероприятии. Назовем его пока так. И это решение мы до вас, до всех, доведем публично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...